Моя презентация называется «Принципиальное выживание вопреки смерти искусства и искусству смерти». Как раз по поводу того, нужно ли человеку делать себя центром искусства. То есть как показываешь листы? Да, я буду по ходу вам давать, а вы будете передавать. Да, потому что у меня очень, я сделала все очень красивые картины, которые я очень любила, но и кукунку. Во-первых, поп-арт нанес сокрушительный удар абстрактного христианизма, который особенно буйствовал в Нью-Йорке, так называемая Нью-Йоркская школа. Смысл поп-арта был в том, что любой предмет, найденный в природе и обществе, или переработанный снова и снова разными контекстами, и не изменяяя при этом ни на йоту своих внешних и внутренних свойств, может быть провозглашен произведением искусства просто по факту расположения его в галерее. Это сделало патетику абстрактного экспрессионизма ненужной. Абстрактный экспрессионизм показался слишком искусственным. Надуманно. Хотя его изначальный посыл заключался в раскрепощении стихийного, инстинктивного подсознания художника. Более того, потуги абстрактного экспрессионизма стали выглядеть просто абсурдными по сравнению с быстрой смекалкой поп-арта. Комар и меламид, наши русские аппекалисты, хорошо зафиксировали это понимание в своей концептуальной провокации, когда они научили слонов рисовать в стиле абстрактного экспрессионизма. Если слоны могут бросать со страстью краску над холстами и их произведение невозможно отличить от картин некоторых абстрактных экспрессионистов, то абстрактный экспрессионизм по сути абсурден, и его притязание на то, чтобы быть искусством, не обоснованно. Но этот же парадокс касается и поп-арта. Если все предметы в каждом доме, каждого города можно объявить произведениями искусства, а каждую квартиру объявить галереей по произволу, произвольно, то полностью размываются границы между искусством и реальностью. Артур Данте был потрясен этим. Невозможно теперь отличить предмет вне искусства от того же предмета внутри искусства. По его мнению, это означало, наконец, искусство. Если искусство кончилось, тогда галереи и арт-бизнес относительно современного искусства являются ложью. Но когда я предложила Артуру Данте подписать гипотетическое письмо в галерее с предложением закрыться, он ответил, что пусть где работают, им же нужно кормить семьи. Таким образом, как и абстрактный экспрессионизм, поп-арт явился просто манифестацией абсурда. Одним из наиболее показательных примеров этого абсурда является одиозный случай с инсталляцией Дэмина Хёрста, который уборщица приняла за мусор, оставшийся в галерее после пати и выкинула в мусорный пачок. Вот это эксталляция. Абсурд как абстрактного экспрессионизма, так и поп-арта, есть по сути провал коммуникации между художником и другими людьми. Разрыв языковой функции искусства, который является его основной сердцевинной функцией. Выходит, что художнику нечего сказать, и его высказывание через искусство потеряло здесь всякий смысл. Поэтому работы абстрактного экспрессионизма и поп-арта так просто репродуцируемы. Например, еще один пример творчества Дэмина Хёрста. В 2010 году он выставил у себя на блоге серию картин, которые он делал в течение нескольких секунд у себя в студии. Картины заключались в его метком протыкании бумажной куска бумаги. Они были названы по дате. Это какой-то день 2010 года. Работы абстрактного экспрессионизма и поп-арта можно бездумно повторять. Механистично, бесконечно. Это произвело огромное количество этих работ и привело к кризису воспроизводства, к переполненности рынка и обесцениванию произведений искусства поп-арта и абстрактного экспрессионизма. Другое направление умирающего искусства – минимализм – также демонстрировал парадокс абсурдности. Более того, неопределенность смысла и интерпретации стала осознанной и стала самоцелью. Это уже было не смертью искусства, а разложением его трупа. Следующим ударом по трупу явилось слияние изобразительных технологий и искусства, как уникального рукотворчества. Компьютер может бесконечно воспроизводить абстрактные узоры минимализма. Есть и программы, производящие абстрактный экспрессионизм. Но страшнее ассимиляция машинной запрограммированности, повторяемости и бездушности самой живописью. Показательный пример картины «Пятнышками» Дэмиана Хёста. Смысл, который хочет донести Дэмиан Хёст, и заключается в том, чтобы продемонстрировать невозможность смысла. Глазу зрителя необходимо найти смысл в решетке, состоящей из одинаковых цветных пятнышек. Но он это не может сделать, потому что он находит бесконечное число интерпретаций и в конце концов приходит к осознанию невозможности, тщетности и ошибочности одной определенной осмысленной интерпретации. То есть глаз зрителя и зрителя приходят к невозможности смысла. К сожалению, это черно-белая картинка, но она состоит из пятнышек разного цвета, которые создают бесконечное количество вариантов, которыми следует глаз. Можно, походу, это интерпретация Хёста? Можно потом. Искусству отказывают в осмысленности. Это отрицание и эмпирического, и априорного знания. И существенно, что как и поп-арт, так и абстрактный экспрессионизм пришли к машинности еще до создания компьютера. Адресание когнитивной функции искусства, как потеря коммуникации между людьми, есть совершенно жесткие и жестокие последствия для человечности как таковой. Потеря искусством функции коммуникации есть потеря искусством функции сострадания. Об этом не говорит Данта. Данта приветствует самопровозглашенное и самооправданное хулиганство Дэмиана Хёрста и принимает конец искусства с циничной жизнерадостностью. Американца, который прагматично и утилитарно привык смиряться с фактами реальности. Но вопрос в том, а есть ли это необходимый факт реальности? И к чему реально в контексте полиса общества ведет конец искусства? Что он выражает? Слепой абсурдизм поп-арта, минимализма и абстрактного экспрессионизма ясно демонстрирует, что от искусства невозможно отчуждать функцию коммуникации, функцию языка, как функции сострадания, создания общности между людьми, общины. Поэтому самые успешные художники эпохи после конца искусства Дэмиан Хёрст и Марина Абрамович являются регрессивным, апокалиптическим упадничеством, а сами художники ретроградами, замазками инноваторов. Они буквально возрождают наиболее примитивные, полузвериные парадигмы человеческого мышления, когда человек еще не создал ни институтов семьи, ни институтов общества, ни института искусства, как мета-языка. Человек предстает, как полузверь, полумашина, у которого отсутствуют такие существенные признаки человечности, как осознанная уникальность, телеологичность, целенаправленность действия и активности, а главное — обостренное сострадание. Сострадание вообще отсутствует. Более того, рыночно эксплуатируется бездушная механическая бессмысленность, утилитарный и прагматический гедонизм и эротизм, лишенный человеческой одухотворенности. Это не что иное, как экспансия зверя. Зверь не может творить. Звери — это более совершенные сайборги, чем любой искусственный интеллект, созданный на сегодня человеком. Звериное существование — это парадигматический консюмеризм, агрессивное потребление и жестокая борьба за выживание. Человеческое жертвоприношение бога в примитивных человеческих сообществах — это воспроизведение основного принципа звериных сообществ, построенных на пожирании слабых сильными. Сильный выживает за счет смерти слабого. Поэтому культ потребления и культ сильного — это неизбежно культ смерти. В алмазе или без. Об этом Данта тоже не говорит. Смерть искусства есть на сегодняшний момент смерть в искусстве. Смерть через искусство. Искусство, как орудие смерти, а не просто смерть искусства, как разговор в аквариуме Арт Крау или тема смерти в искусстве. А называя вещи своими именами, невиданная до сих пор экспансия сатанизма со всеми его атрибутами, человеческим жертвоприношением, подавлением слабого, сильным, гедонизмом, доведенным до похоти, отрицанием сострадания, агрессивностью, доведенной до осознанного садизма, до геополитического садизма, индивидуализмом, как шизофренической невозможности общения и общности между людьми. Это может быть очень красиво подано, как трубики бабочек, приклеенные в виде красивых узоров к холсту. Все эти рассуждения особенно важны для России, которая почему-то забыла, что это она, Россия, создала абстракцию и как раз как новый вид коммуникации, а не как вид разобщения, потребления и смерти. Сейчас в Россию агрессивно экспортируются техники сатанизма, в том числе через искусство, и некоторые художники, русские художники, продолжают механистически воспроизводить абстракции, минимализм и пум-парт. Тем не менее, Россия, как наследница Византии, унаследовала полуподлинный эллинизм, который пытается имитировать англосаксонский сатанизм. Греческие философы и драматурги презирали культ Дионисия. Они считали его ослеплением, культом для плебса. Бакханки поедали своих собственных детей в состоянии опьянения. Причащение Богу означало поедание его плоти и лепивание его крови. В этом смысле сатанизм и институционное христианство являются просто разными сторонами одной и той же медали. Подлинный эллинизм наследие эллинов и римлян, за которым так гоняются масоны, не в поедании плоти и выпивании крови, а в принципе голографичности знания, которое называется в философии априорностью знания. Каждый может сам прийти к знанию. Независимо от образования и иерархии, голографичность, целостность и системных знания заключается и в неразрывности боли и удовольствия, а значит необходимости сострадания как основной функцией всех родов человеческой деятельности. Поэтому абстракции Кандинского для Ималевича объединяли и подразумевали разные уровни материализации и дематериализации энергии, опредмечивания и распредмечивания. Разрешите мне сравнить два манифеста. Манифест сатанизма и недавний манифест Марины Абрамовичи. И перед тем, как я приступлю к сравнению, еще несколько соображений. Существенно то, что культ смерти... 15 минут, поэтому идем с вас к сравнению. А, сейчас уже. Да. Существенно то, что культ смерти является механизмом продвижения трансгуманизма, который также называется постгуманизмом. Это новое явление. Культ смерти как культ смерти человечества и замена его негуманными, негуманоидными формами сознания, которые могут использовать, тем не менее, сменные человеческие тела, как своего рода протезы. Поэтому восстановление языковой, коммуникативной функции искусства, функции сострадания, является экстренной необходимостью для выживания человечества. Собственно, в такой конструкции я вам покажу, я вам покажу картинки. Да, конечно. Это тропики в формалине, зебры, коровы. Это вот целое собрание Марина Анат, Абрамовича, как видны, со змеями, с черепами, с вызыванием духов, со скелетами, со сатанистными красными звездами. Вот, вот эти, Абрамовичи. Да. Круто. Да. То есть, прямо признаю, Деймон Хёрст прямо бы говорит, прямым текстом, что смерть – это основная тема его произведений. Марина Абрамовича, она делает это тоньше, поэтому я просто уделила в нее внимание ее манифесту. Вот это, например, последнее концептуальное, я знаю, в курсе нет, последнее концептуальное, я бы сказала, выбер, она призвала пирожное, которое является метафорой уничтожения мира. Пирожное. Все горит, горит ли синим пламенем, что называется. это по собственной ее интерпретации. Дагностическую мессу, то есть, такие зомбированные люди передают пирожное, изображающее горит листью синим пламенем. Это вот звезда, ну, Дунатин, да, вот эти бедненские, сатанинские ритуалы. Это то, это состояние, да, э-э-э, я его прошу, уже у меня, изображает. Это, почему, это вот звезда, это всё это собрание скелетов, да, То есть смысл его ознакомления с манифестом сатанизма, конфлиентом Бапаметта Алистера Кроули, заключается в том, чтобы, ребята, ну перед тем, как поддаваться на искушение, ну давайте посмотрим. Ну, собственно, как говорят, да? Я, может, зачитаю буквально несколько, потому что мы уже закончили, несколько этих... Но учитывая действительно влияние Алистера Кроули на массовую культуру, то, в общем-то... Нужно знакомить, да? Я думаю, что вопрос все прочтут, просто сейчас много вопросов, я думаю. Да, нет, здесь всего две страницы, это мне, наверное, три минуты нужно, да? Да, давайте. Значит, это просто, ну, какая-то шедевр. То есть это нужно перед тем, как говорить о Марине Абрамовичу, круто. Теперь, давайте познакомимся, что такое, ну что такое вообще, вот о чем это, да? Вот о чем это. Книга закона, написанная в 1904 году, да? Причем очень важно для России, потому что по факту утверждения, что нынешним духовным лидером России, не с христианской стороны, является Николай Ревашов, которого его сторонники называют калифом России, получившим свой мандат от масонских лодж Европы, давайте опросимся к Бафамиту Алисеру Кроули, все в своем пульте телемы, в так называемом Ордене Восточных Темплиеров, придумал звание калифа, правильно? Ну и пойдем к первоисточникам, правильно? Давайте рассмотрим его книгу закона, основополагающий труд сатанизма, который в своей радикальности более четко выражает принципы западного сатанизма и люситиньянского. Первый принцип... Это Абрамович пишет, да? Что? Это прямо Абрамович пишет? Нет, 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 это я говорю, давайте рассматривать. А это то, что говорит Алистер Кроу, это прямо цитаты из него, всего-то будет местонка, да? Я просто... Вообще принцип того, что он говорит. Первое. Избранность как звероподобие. Он говорит, и теперь ты узнаешь, что избранный жрец и апостол бесконечного пространства, и есть калиф жрец, зверь он. Второе. Отрицание общности с другими людьми и циничное равнодушие к ним. Пусть большинство сидит в оковах и мерзости, пусть пропадают. Ты же иного права не имеешь, кроме как делать то, чего желаешь сам. Следующее. Отрицание сострадания. Послушайте меня, вы вдыхающие люди. Скорби, боли, сожаления оставлены мертвым и умирающим. Мы не для больных в угрюмах. Нам нечего делать с непригодными отбросами. Дадим им умереть в ничтожестве, ибо они ничего не чувствуют. Сострадание порок королей, то есть калифов, да? Выдаптывая слабых и негодных, сильный поступает по закону. Значит, еще один принцип. Куть силы и похоти даже в ущерб выживанию других людей. Силен будь, о муж, похот свой. Наслаждайся всеми видами чувственного восторга. Топчите низких людей с вирепом сладострасти и вашей гордости. Перу рекой, а собака ожидает смерть. Следующий принцип. Агрессивный садизм. Падших не жалеть, я их не знаю, я не за них, я не утешаю. Ненавижу утешаемых и утешителей. Я завоеватель, я не из тех рабов, что гибнут. Будь они прокляты и убиты. Поклоняйся мне огнем и кровью, мечами и копьями поклоняйтесь мне. Пусть женщины ради меня пояшутся мечом, пусть ильется кровь во имя меня. Дави их, увоитель. И ответы их плоти. Вам еще предстоит узреть тот час, о благословенный зверь. И ты, багряная наложница, его желание. Да будет отвинута жалость. Следующая проповедь буквального человеческого жертвоприношения. Поедание человеческой плоти и выпивание человеческой крови. То есть, если мы идем на выставку Марина Абрамовича, мы видим, что вот это все видим. Вы думаете, не убивают, а убивают. Буквально. То есть, вот это вот буквально человеческое жертвоприношение, позаимственное у денисийских мистерий и закамуфлированное в христианстве. Вот он говорит, лунная кровь лучшая, месячная, также свежая кровь ребенка, потом кровь врагов, зачем священник и верующих, кровь некоторого зверя в последнюю очередь. Ну, это, конечно, и описывают вот конкретно жертвоприношение. От поедания их, врагов, младенцев, там, девственников и так далее. Тебе также зародится и страстная сила веселья. Следующий, последний принцип. Индивидуальная агрессия, как геополитическая экспансия. Он, Алистер Кроли, говорит, выбери себе остров ты, построи на нем крепость, окружи ее военными машинами, «Я дам тебе боевую машину, с ее помощью ты будешь громить народа, никто не уставит перед собором». Это встречается просто и понятно. И вот дальше мы... Орудия, орудия, как бы громим, едим, животное выставленное на ее выставке у Алины Абрамовича. Ножи там, товары, без них. Да, Ирина, у меня сразу вопрос, если можно. Еще, если ты, понятно. У меня сразу вопрос. Дело в том, что теория Алистера Кроли, как многие помнят, они стали частью массовой культуры, в общем-то. Они пародировались, начиная с 20-х годов, готического кинематографа, окончая Уверта Эк и всеми подобными, так сказать, севдорозоблачениями и так далее. Так вот, Ирина, а как вы объясняете, что, несмотря на то, что Алистер Кроли стал таким вот почти шутовским фигурой массовой культуры, вот такое серьезное возрождение, вот, скажем, в перформансах Абрамовича, казалось бы, такой вот, уже такой сатанизм, он уже превратился в настолько вообще кукольное вообще, там, и настолько пародийное, там, и сто раз пародированное зрелище, что, как бы, возрождение его в качестве некоторой серьезной практики, оно как-то очень странно будет. Как вы воспринимаете это? Как вы это понимаете? Почему, собственно, сатанизм сто раз высмеянный, там, в 20-м веке вдруг появляется вновь? Это, в том, какой-то гнудный запрос культуры, это не? А вы знаете, асаданизм является институционным феноменом на Западе. То есть, вы имеете, что там, вы имеете, что там, церковь главы, там, и так далее. Ордены, трамблиеры, послужбы, ну, понятно, очень-то, все неподобные. Нет, ну, другое дело, что, по большей части, это тоже мистификация, как известно, но... Вот, хорошо, какие еще вопросы? У меня, знаете, есть еще вопрос, потому что там в какой-то части можно согласиться, когда там, в отличие от Херста и так далее, но, во-первых, почему современное искусство нужно сводить только к Херсту и Абрамовичу, и там, помимо этого, есть масса явлений, как раз то, на что я смотрю, там, на визуальные явления разные другие, это скорее такой странный идет сейчас процесс, как бы ослабление вот этой вот оболочки современности и проникновение в современность материала из античности и с ренессанс на уровне визуальных каких-то вещей, в том числе оттуда же приносятся некоторые схемы, ну, как сказать, некоторые этические вещи, то есть невозможно сказать, что современное искусство, оно только про разложение, да, вот то, что я вижу, по крайней мере, на визуале, на... На племенском уровне, ну, я не знаю, можно, из того, с чем я имею дело, там, это, скажем, там, Фюрерман, Кайрол, и некоторые вот, там, люди ее окружающие, это, отчасти, Гурский тоже, который, если мы посмотрим на его вот эти крупные картины, полотна, фотокартины, вполне соотносимо, там, с каким-нибудь Зайдольфером 15-го лет, когда вот эти вот этические вещи, моральные вещи, они тоже оттуда... Мне кажется, что просто идет отговорение, как слава, вот эта оболочка современности, идет и умирание, там, современности, да, современного искусства, и одновременно очень мощный синтез, то есть оттуда проникает материал, не только там, связанный с тем, о чем вы говорите. Вы знаете, позвольте мне и согласиться, по-моему, от Гурского, он как раз в совершенно высвободной же струе, я просто его не стала сюда привлекать, потому что это более сложный феномен, чем здесь просто настолько сложно, как в азбуке. А Гурский, он использует людей, как вот именно обвоздуховленные структурные элементы, и не только он. То есть в этом, собственно говоря, его подход. То есть когда вы смотрите на его работы, масштаб и вот эти вот заструктурированные композиции, они именно как раз следуют тому же принципу, о котором мы говорили. То есть киноглаз не видит человека, как центр Вселенной. А когда это происходит, это смерть через искусство. Ирина, еще вопрос. Ваша политика, ваша программа, пожалуйста. Можно я сейчас покажу? Просто это как бы заинтересоваться, потому что можно соотносить с чем угодно, и наук, и наук. Но затем Данте. Данте, помимо того, что он говорил там о том, о чем вы говорили, с его критикой выступали, он, например, выдвинул совершенно... написал книгу про красоту, про там возвращение, про... То есть там нет отрицания. Что касается там... Ну это просто какие-то вещи, которые мне пришли в голову, там каких-то негуманоидных вещей. У какого-нибудь дропа, там трансперсональной психологии, люди там выходят в какие-то состояния, чувствуют себя там как камень, чувствуют себя такое прочее. Но это все из гуманных соображений происходит. То есть это восстановление целостности человеческой психики. То есть тут вот такая интерпретация разных явлений, мне кажется, недостаточной, потому что многое и другого, например, происходит. Ну я могу совершенно четко ответить, потому что перед разведом из Нью-Йорка у меня состоялся разговор с Артуром Датой, записанным на кинооператоре, он на Facebook, у меня стоит на русской блашке. У меня все точно свежее, и даже все из первых рук. И он мне сказал, что... Ну это можно посмотреть на интернет. Он мне сказал, что ничего нет, все умерло, все ложь. То есть действительно кормит искусство. Что это может существовать, а там просто люди с вами должны быть. Людям нужно просто кормить семенами. То есть это можно истолковать так, что просто его состояние сейчас упадочное совпало с нынешними фазами в развитии искусства, где действительно определенные тупики обозначены. Что такое действительно там... Допустим, даже как, допустим, для меня параллель, там вот эта информация с Абрамом Штберовским, действительно с определенным, там, тиком черным местом, действительно очевидно. Ведь, опять же, это определенный тупик, который обозначил... Кроме тупиков, существует много чего, и подходы к нему, и боковые лезвия, и так далее. Ну, знаете, вот за счет этого я могу сказать, что я согласна с существами, я, например, с существами. Тоже я как бы делаю... Я же как художник еще работаю, я работаю как концептуальный художник. Я работаю с другой совершенно, с противоположной струей. Конечно, другой существ. И вот у меня на самом деле. Вот, но тем не менее, тем не менее, я взяла самых успешных западных художников, то есть Дэмиан Хёрст это самый успешный западный художник, самый дорогой, а Марина Абрамович это самый успешный женский западный художник. Но против этого невозможно возразить. Да, но у меня, на самом деле, у меня осталось, в общем-то, один вопрос еще. Вот в качестве положительной программы вы называли все время слово «сострадание», которое должно вернуться для того, чтобы создать вновь некоторую общую, все-таки, коммуникативную среду вокруг современного искусства. А вот кто, собственно, будет начинать субъектом этого сострадания? Это художник или рист или критик? Кто? Знаете, я могу сказать, что... То, что мы, допустим, использовали к гностико-лимстичный миф, он далеко не для всех искусствующих убедителен, а вот кто может стать реальным субъектом в наши дни? Ну, знаете, я могу сказать, что вот эта поездка дня, да, она является экстрем... Она является emergency, то есть это вот срочно надо делать. И делать это тоже не все. Но все это и те, кто понимает, кто понимает важность. Я думаю, что понимают... А кто, например? Моя функция была сегодня донести вот эту экстренность необходимости вот этой сейчас. Но у вас вот и был доклад, который одновременно в некотором смысле перформанс был, собственно, перформативная цель сплита была. Но, собственно, а как вот, собственно, эта инициатива будет, потому что, допустим, вы произнесли доклад в культуре, это еще... Давайте сделаем акцию. Надо вообще действовать... Так вот русские всегда действовали, собираться общинно идти... То есть акция русской искуски. Я наоборот... Ребята, я жил в Нью-Йорке. Меня так ломает, когда русские прогибаются вот так вот перед... И забывают вот эту... Вот эту богатую традицию и... И функцию русской культуры. Функция русской культуры геополитична. Самое главное в русской культуре – это ее геополитическое значение. Мне интересует, кто начинает акционист, а получается акционист. Я вспоминал известный комментарий Толстого по поводу пьесы Анида Андреева, он пугает, а мне не страшно. Я, честно говоря, вообще не понимаю моральной паники. Видимо, это связано с моей профессиональной принадлежностью как к философу. Современная философия, этика, я назову те области, которыми я занимаюсь, городские исследования и так далее, уже переполнены проектами теоретическими, реально дошедшими до стадии реализации, сострадания, сочувствия и всего остального. Это как бы просто, ну как бы даже не нужно делать никаких тут акций, потому что это уже есть и в России, и в Америке, и в других странах. Я об этом достаточно много знаю как активисты, как исследователи. Поэтому, ну не хочется применять, примерять на себя, так сказать, позицию всегда уязвимого адвоката-дьявола. Тем не менее, как бы для меня, как для философа, опыт Хёрста Абрамович, если уж мы сосредоточились на этих фигурах, выглядит чем-то, что как раз нужно физически, так сказать, оберегать, коли я тебе лею. Потому что этого вообще, говорят, довольно мало. Я не совсем понимаю, как бы откуда взялось представление о том, что вот этот, как бы так сказать, там сатанизм, уничтожение состраданий и прочее является как бы доминирующим трендом нашего, пользуясь очень наивным языком, общественного сознания. То есть это как-то, это как бы выражение вашей личной, как бы какой-то моральной позиции или тому есть некая широкая база подтверждений? Потому что я лично, честно говоря, ее не вижу. Мне кажется, наоборот, что и Хёрст, и Абрамович цены именно тем, что они во многом взяли на себя ту функцию, от которой отказалась, например, современная философия, которая во многом, так сказать, сейчас пребывает в таком анабиозном состоянии, демобилизированном, лишенном возможности критического действия и так далее, и так далее, и так далее. И я могу, ну как сказать, сказать только, что деятельность этих современных художников является, в общем, одной из немногих доступных на текущий момент форм радикального осуществления такой операции, как критик, которая, в общем, уже многими считается списанной в архив. То есть из позиции сострадания нельзя ведь нельзя заниматься критической деятельностью. Почему? Можно. Можно было. Как? И многие этим снимают. Ну как? Что, допустим, что делает тот же психолог, психология и так далее? Нет, нет, нет. Нет, нет. У нас пустая позиция сострадания сейчас очень сильно. Куча проектов. Раньше женские проекты были какие-то, я не знаю, у Нанн Болтин, например. Она сама жертва, да, она как бы вот говорит у своей... Да. Сейчас выход уже совершенно явный у женщин-фотографов, которые там затрагивают разные темы рака и так далее. Это позиция, во-первых, это позиция синтеза и выхода, и позиция сострадания. Правильно, правильно. Но она не дается критической позиции. Почему она не дается? Потому что вот и дело, что сначала, допустим, если мы берем, допустим, произведение там конца 80-90-х годов, такие исповеди умерших от СПИДа, это, в общем-то, они организованы как чистый нарратик. Их принцип именно избегания критики за счет, так сказать, нарративного давления в общем-то читателя. Но если мы сейчас берем те же произведения, написанные, скажем, в 2000-е годы, там, «Исповедь», я не знаю, «Жертвы», я не знаю, «Иракской войны» и так далее, то они уже организованы по другому принципу. Это именно социальная критика по постоянному страданию и состраданию. Вот может просто сравниться. Как и менялся это, скажем, в конце 80-х годов, когда это был такой очень действительно наглый такой тренд, типа «Цените меня за мое страдание», действительно, в некотором смысле, могло тоже срываться такие почти, в общем-то, такие сатанистические некоторые декларации. И другое дело, в 2000-е годы, когда даже сатанизма, даже грехов в отношении к читателю мы уже не увидим. Просто я вижу массу проектов фотографических, но в областях, которые я хорошо знаю. Когда, например, мать и дочь, я сейчас забыла там фамилию художницы, мать боролась с раком, там она ведет это повествование, а дочь это все снимает, и там есть и критика, и выход, и нет ощущения, вот, как раньше, из позиции только жертвы. Есть и коммуникация, есть и сопереживание, есть и сочувствие, и есть и критическая позиция по отношению там к общественным каким-то структурам. Это очень странное представление о критике, которое исходит из того, что есть некие стандартные или образцовые формы человечности. Вот, собственно, Хёрст и Абрамович важны для меня, как для философа, именно тем, что они не связаны, ну, по крайней мере, в той части проекта, которая была сегодня продемонстрирована, о которой действительно уже очень хорошо всем известно, они, ну, по крайней мере, до какой-то степени не связаны вот этим стандартным представлением о человеческом и о человечности. Для меня это представляется очень существенным, потому что, в принципе, это стандартное представление о человечности действительно искусство эксплуатирует очень часто, как некое общее место. Я не понимаю, откуда художники берут это право эксплуатировать представление о человеке и человечности как общее место. Я не рада за стандартное, абстрактное, всеобщее. Нет. Искусство должно быть уникальным. Более того, я считаю, что религия должна быть подобна искусству и тоже должна быть уникальной. Поэтому я, например, отрицаю все институционные формы религии. И белая магия – это окей. Черная магия – нет. Ведь вот в этом очень важное отличие моей позиции от позиции Марины Абрамовича. У меня тоже есть реценциальная способность, и я тоже могу делать магию. У меня были очень, у меня были политические, как это называется, явления в жизни, которые, может быть, даже у Марины Абрамовича не было, очень сильные. И мое заключение по поводу ее, как черного мага, исключительно было основано на моем феноменальном, эксистенциальном переживании от ее выставки. Вся выставка, которую я делала в Нью-Йорке, это было акт зомбирования. Именно вот это. Медленно механистично движущиеся люди с пустыми бессмысленными глазами роботов. И причем без проблеска, вот настоящие человеческие склинки, любой, там, стебала, слоны разбрасывают эти, знаете, вот хуботами красными, даже смешно. То есть без всякого проблеска любой человеческой эмоции. Поэтому то, что я говорю о Марине Абрамович, я могу подписаться, вот проколоть свой палец и подписаться кровью. Моими словами. Мое обобщение, мое обобщение по поводу смерти, как, как, искусство, как средство смерти, вот, собственно, мой вывод, да? Основанный на Демине Хёрсте и Марине Абрамович, опять-таки, зирзался на том, что это самые успешные художники и самые известные. И можно, по идее, как я сказала, я могу подстроить, выстроить, ну, подогнать еще толпу на более сложных примерах, как Гурский, там, еще кто-то. И могу еще, в принципе, расширить вот это понимание искусства как средство смерти. Итак, не является ли это просто знаком того, что Демин Хёрст и Марина Абрамович реагируют на, так сказать, тошнотворную ценность жизни самой по себе, которая, так сказать, гиперэвалюируется, о чем пишет, например, Аганбет, да? Да. И, собственно говоря, именно вот это, дошедшее уже до крайней стадии пошлости, возведения жизни как таковой единственную ценность, является тем, что Хёрст и Абрамович атакуют. Да, они же атакуют реально, скажем, логические проекты и так далее. Вот это очень важный момент. Вот, к сожалению, просто не хватило времени. Я очень об извиняюсь, потому что я собиралась кратко проанализировать манифест Марины Абрамович. То есть, собственно, это было тем звеном в моем выступлении, которое должно было ответить к вашей критике. Да, можно, по первому впечатлению, да, можно рассмотреть дременно Хёста и Марины Абрамович как острую критику агрессии, насилия и так далее. Но это только первое впечатление, я вас уверяю. На самом деле, это очень тонкая диверсия, скажем так, идеологическая диверсия. И потому что нет, вы понимаете, нет в их творчестве противовеса. То есть, вы видите орудия пытки, орудия уничтожения. Вот как я вам показала, да, вот эти вот пистолеты, ножи там, кости. То есть, орудия пытки вы видите, да, вы видите кости, трупы, скелеты. Но вы не видите ни одного плачущего человека, которому вы могли бы вот сострадать. Понимаете, поэтому тоже самое Хёрстик, черепах, трупы, кабинетик, медицинские стеллажи, набитые таблетками. Но вы не увидите ни одного тонкого реакции человеческой эмоции, ни одного реального человеческого живого чувства. Никто не плачет, никто не смеется. Они, трупы, вы понимаете, их черепа, и всё. Причём некоторые сильные произведения, то есть они действительно ошибают. Некоторые просто откровенно слабые. Вот у него, видите, серия скульптур, разрезанных анатомически, да, одна часть показывает тело, а другая его кишки, да. Это просто слабо, то есть это даже неинтересно, на мой взгляд. Простите, а вот насчёт там востребованности на рынке. Разве Хёрст, а не Рихтер, это самое востребованное? Ведь было же недавно, ну там, пару лет назад, опрос критиков и, собственно, тех, кто на рынке присутствует, и так далее, и они прогнозируют как раз, что там через 10 лет, через 15 Хёрст востребованное не будет совсем. Будет востребован, скажем, Рихтер, который, то есть там уже не такая простая структура, что востребованы только Хёрст и, ну, вот, такие, Абрамовича там ещё несколько, там, поэту смерти так сказали. Нет, я совершенно согласна, идёт борьба, и надо участвовать в борьбе. Ну, собственно, моя презентация не была фактом признания апокалипсиса. Я не сказала, что это статические проповеди, конца света. Нет, это статические проповеди, я буду бороться до конца. Просто у вас звучал тратический миф, на который вы используете как рабочий, может, он избил некоторых столб, там, а... Нет, нет, я совершенно... Ей абсолютно есть живые люди, живые страсти, слава Богу. Да, Вера, давайте. Маленькая, маленькая реманночка, мне вот всё время крутится в голове, это 99 танков. Собственно, тоже такой переход за пределы смерти, распоряжение смерти. Всё это заканчивается наказанием. Я вот, как бы, даже, конечно, спросила, чем он так делал, мупил с его героев. Но он ценик, конечно, поражённый, как бы, там негде оставить. Ну, обычно русская сада, я убил их, потому что, ну, я так воспитана, это, как бы, французская традиция, морожите. Романы, конечно, касательно. Ну, вот, вот, ответ, но всё-таки он их убил. Так что, есть, есть одежда. Не, ну, может быть, парфюмер, например, да, этот роман и фильм. Вот другой, пожалуйста, пример. Потом, если я видел, да, бассейн. Там тоже просто люди, как бы, ну, грубо говоря, занимаются сексом и убивают. И просто так, вот так. Нет, ну, парфюмер – это один манифест, получается, в одной из верстей, о котором было полноценное результат. Да, да, но, я говорю, можно выстроить очень смешно. То есть, получается, у Иллины очень странная ситуация, что в массовой культуре это всё появляется раньше, чем в высокой. Это, понимаете, это не просто появляется, это продуманная идеологическая компания. Там ничего просто нет, а платят огромные деньги. Там никто просто так деньги не платит. Это всё продумано, вычислено, проверено, везрено. Да, Александр. Это небольшой вопрос и ремарку, я не помню. Вы не считаете, что это как бы просто в данном случае идёт эксплуатация на определённых, ну, точнее, скажем так, художники в каких-то там своих целях, да, ну, с точки зрения того же эпатажа, привлечения внимания, да, эксплуатации каких-то таких воспоминаний, просто, ну, и опять же, отталкивающего, да, они, ну, как бы, просто эксплуатируют это в плане привлечения дополнительного к себе некого влияния, внимания и, опять же, они имеют какой-то такой волны дискурсов, например, своих этих актов и как бы не старых собой, как будто такую, там, в смысле, как перебежут Голливуд. То есть, там, в этом, я имею в виду, кстати, соревнования с массовым искусством. Да, 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 это с одной стороны, ну, как войдёт такой вопрос, а с другой стороны, мне кажется, интересно то, что, допустим, тот же интерес к тем же, там, Тубниерам и прочим масонам, он так или иначе, собственно говоря, транслируется, да, продолжается, и в современной литературе, да, возьмём того же, там, Эко, возьмём того же Артура Берас-Реверто, да, отличные, собственно говоря, культурологи, учёные, писатели, но они, опять же, тоже в некоторой степени используют этот, все эти клише, все эти образы, и они, собственно, не уходят. То есть, наверное, с одной стороны, здесь какая-то регуляция общественным интересом, ну, может быть, в большей степени, или же это, ну, насколько актуально, вот это неинтересно? Ну, я могу сказать, что это очень актуально, потому что на самом деле это не является субъективной игрой воображения, ни в каком из этих случаев. Вообще, всё это, всё, всё это о выживании человечества, в прямом смысле, то есть это громкое слово, но так оно и есть, это определённый механизм подготовки к энергетическому, климатическому, военному кризису, там, кризису нехватки пищи, нехватки воды и так далее, и тому подобное. И выживание только вот определённой части населения, элита, золотого миллиарда, то есть это всё продумано, блядь, think, dance, это всё создано не просто как даже идеология тумплиеров или масонов, это более глобальная идеология выживания системы, которая построена на иерархии и на потреблении, это даже не капитализм, это, варьем, это может быть даже социально-симметическая система построена на тех же принципах, то есть иерархия и потребление, подавление, подавление сильным слабого, да, противовик биографической системе, которая является подлинно человеческой. То есть это определённая такая структура, миграция общественного сознания? Да, да, то есть есть предложение, есть спрос, то есть кто-то сознательно и продаёт, кто-то сгуалированно, кто-то подсознательно, но выходит наверх, всплывает только то, что идёт мощным течением, понимаете, то есть одиночка не может на Западе выплатить против этого мощного течения, поэтому и русские, собственно, должны, кто понимает, они должны объединяться, чтобы создать против этого течения. То есть это как бы, это не шутки, это как бы не просто философская дискуссия, это как бы, это злоба дня, грубо говоря. Спасибо большое. А какие ещё у вас последующие проекты? У меня выставка в МГУ в январе, и художественный проект в Москве. А у меня выставка в МГУ, а потом выставка в вырасте с официальной крупной медицидательной музеей в Петербурге. Желаю успеха. Спасибо.